Музыка Короткий проезд, соединяющий привокзальную площадь с площадью Павших Борцов, это улица Гоголя. Улица Гоголя одна из самых небольших в современном Волгограде. Причем, если посмотреть сверху, с воздуха или с космоса, она еще и как-то странно проложена под неправильным углом и не образует ни одного перекрестка с прямым углом. Так случилось потому, что улица Гоголя одна из самых старых в нашем городе. Во времена, когда Царицын еще представлял собой крепость, в разные стороны вели ворота. На юг от Царицынских ворот открывалась Астраханская дорога, а на север от Московских ворот дорога, ведущая в столичном направлении. Московские ворота располагались примерно там, где сегодня проспект Ленина пересекается с Аллеей Героев. Дорога тянулась туда вверх, к современной Невской улице, на возвышенность, которая в те времена именовалась Сибирь-гора. Будущая улица Гоголя составляла пролегающую по городу начальную часть этого пути. С 1770-х годов вокруг города начинают формироваться предместия. До того город всегда прятался внутрь крепостных стен, а с этого времени он начал расстраиваться. Предместия тогда назывались военным термином «форштадт». У Царицына было целых три, а возможно даже четыре таких форштата. Самым первым форштатом в Царицыне был Бутырский. Бутырский форштат располагается там, где сегодня полосой тянутся дома между улицей Комсомольской и улицей Порт-Саида. Вторым форштатом стал Зацарицынский. Он возник приблизительно в 1720-е годы и формировался, соответственно, с другой стороны от реки Царицын. Ну а третий форштат – Преображенский. Он был расположен под особым углом по отношению к Волге и тянулся приблизительно от современного перекрестка улицы Комсомольской с проспектом Ленина до пожарной Каланчи. Все улицы этого форштата имели особый принцип своего наименования, особое расположение. И сегодня как бы неправильный угол улицы Гоголя как раз отражает те времена. Преображенский форштат получил свое наименование по Преображенской церкви, построенной в нем в 1770-е годы. Форштат был интересен особенным принципом наименования улиц, располагавшихся в его пределах. Все улицы форштата носили женские имена. Так здесь были улицы Екатерининская, Анастасийская, Варваринская, Надеждинская, Мариинская, Еленинская, Ольгинская, Софийская. В 1923 году все они будут переименованы. Именно тогда возникли существующие до ныне улицы Пролиткультская, Волгодонская, Желябово, а также исчезнувшие Краснофлотская, Большевистская и другие. Однако одна из улиц форштата была переименована значительно раньше остальных. Улица, которая сегодня носит имя великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя, тоже когда-то входила в состав Преображенского форштата и называлась по тем же самым принципам, что и все остальные его улицы. Ее историческое, так сказать, природное название Елизаветинская. Под этим названием улицу можно встретить на многих старых открытках дореволюционного Царицына. Ну и, наверное, это самая первая в нашем городе улица, которая подверглась переименованию. Случилось это в 1909 году. В 1909 году вся Россия отмечала большую дату – столетие со дня рождения Гоголя. Газеты того периода раскрывают перед читателем впечатляющую картину всероссийских торжеств, по своим масштабам даже превосходящим отмечавшиеся за 10 лет до этого столетний юбилей Пушкина. Тому были свои причины. За несколько месяцев до Гоголевского юбилея в сентябре 1908 года прошла широкая волна празднований 80-летия Льва Толстого, которая вызвала негативную реакцию по сдерживанию юбилейных штормов со стороны правительства. В этой ситуации логичным выглядело желание правительства как бы реабилитироваться, заменив официальные торжества по случаю дня рождения одного великого писателя, еще жившего в ту пору, на другого. Разумеется, царица не мог остаться в стороне от такого большого культурного события. Принимается решение поставить в городе бюст Гоголя. Между прочим, сохранившийся до наших дней памятник – это самый первый памятник в истории царицына Сталинграда-Волгограда. До него никаких памятников в городе никогда не ставили. Ну а какую улицу переименовать в улицу имени Гоголя – велись споры. В основном обсуждалось два варианта – Елизаветинская или Астраханская. В итоге победил вариант Елизаветинской улицы, которая стала Гоголевской. Ну а Астраханская еще какое-то время носила свое историческое название до 1923 года, когда она стала Советской. А что же представляла собой улица Гоголя в те годы? Разумеется, главным моментом ее истории, до сих пор определяющим ее характер, стало строительство на ней в 1870-е годы грязи Царицынского вокзала. Современного вокзала Волгоград-1. Улица больше не поднималась наверх на современную Невскую, а обрывалась на возникшей теперь привокзальной площади. После этого Елизаветинская получает в городе как бы особенную специализацию. Это улица, на которой стараются строить как можно больше гостиниц. Это ведь так логично. Человек приехал в город на поезде, а тут сразу, практически не отходя от вагона, его ждет гостиница. И здесь, на этой улице, строится самая дорогая гостиница Царицына – Люкс. Здание гостиницы Люкс принадлежало Владимиру Миллеру, тому самому, который имел сказочный дом с башенками в пойме Царицы. Дом на Гоголя сдавался в аренду, и, собственно, самой гостиницей владел другой крупный купец – Позняков. В гостинице 46 номеров, роскошное здание. В нем фантастика. Первый и единственный в Царицыне лифт. При гостинице действовал роскошный ресторан с оркестром. Стоимость номеров доходила до 5 рублей в сутки, что было очень дорого по тем временам. Нечетная сторона улицы Гоголя сегодня начинается с дома номер 5. Разумеется, когда-то улицы были третий номер и первый. И вот первый номер, самое начало улицы, стоял там, где сегодня располагается площадь павших борцов. Примерно там, где проходит линия, разделяющая проезжую часть площади от пешеходной или стояночной части. Там стоял красивый дом со скругленным углом. Он имел округленный фасад и был известен как магазин Яблокова. На первом этаже располагался большой магазин, арендуемый ростовскими купцами Яблоковыми. В витринах магазина был выставлен курящий манекен, вызывавший тогда огромный интерес. О нем даже писали в газетах. На четной стороне улицы Гоголя сохранилось два исторических здания. Это Мемориальный исторический музей и желтое здание за моей спиной. Мемориальный исторический музей принадлежал когда-то купчихе Юлии Дмитриевне Репниковой. Человек она была в Царицыне видный и очень часто у нее в гостях останавливались известные люди. Например, будущий премьер министр России Столыпин. Ну а желтое здание было когда-то гостиницей. После его выкупили купцы-братья Серебряковы и переоборудовали под гвоздильно-арматурный завод. Если с одной стороны улицу замыкал вокзал, то с другой стороны она упиралась в небольшой сквер, в центре которого стояло огромное здание Александра Невского собора, которое сегодня восстанавливают рядом с историческим местом. Улица Гоголя одна из немногих в нашем городе, сохранившая свое дореволюционное название и небольшую старинную застройку. Правда, теперь здесь все совсем по-другому, чем старые времена. КОНЕЦ